Чем отличается импрессионист от неимпрессиониста? Многие думают, что импрессионизм заключается в том, что мазок сделал широкий. Типа импрессионист. Вот тебе я гранул, ты импрессионист. Ты с такой синелой цветом, ты берешь красный цвет, зеленый, синий. Яркое, декоративное. Медаль импрессиониста. Но на самом деле импрессионист, смысл был вообще в другом. То есть он не в смелости какого-то мазка. Это вторично. Да, они стали разрушать эти формы. Чуть-чуть размывать где-то. Свет у них больше тоже появилось. Главное достижение импрессионизма это то, что они поняли, что нет одноцветных поверхностей. Просто нет их. Этих поверхностей нет. И мало того, что эти поверхности взаимодействуют с освещением, с рефлексами. Почему они не одноцветные? Да потому что отовсюду есть какое-то влияние. Откуда-то рефлекс-то зелененький пошел, откуда-то там рефлекс желтенький, откуда-то светленький. Где-то освещение теплое, где-то освещение холодное, где-то небо синенькое отражается. Понимаете, да? И все. Вот этот локальный цвет становится раз и разноцветным. И лицо человека становится не просто розовым, но оно становится не желтым, а красным, а зеленым. Разноцветным, даже фиолетовым, серым. Ну, я про Серову говорил, про девушку освещенную солнцем. Самый такой. Ну, это как бы такой пример слишком... Ну, потому что Серов, он сам еще не понял, когда он это сделал. Я уверен, что он не понял. Он просто копался с этим. Он понял, что лицо не кожистого цвета. Но как с этим вообще совладать, он еще до конца не понимал. Да, да, да. Вау.